Всем привет, друзья! Сегодня хотел с вами поговорить о дисках, о колесах на 16-18 масштаб. В данном видео будет разговор о Урале от МЗ. Печатаю для него копийные диски. Заказал для него копийную резину. Вот в обзорах вы уже видели. И вот сейчас хотел показать и рассказать, как собираются диски, как они клеятся, что надо с ними делать, что я изменил в проекте, потому что МЗ ступится на миллиметр больше, чем у ВПЛ. Как придать дискам более качественный вид, чтобы не было видно вот этих шагов принтера, потому что печатаем FDM принтером. И сейчас видео как бы пойдет уже в сравнении, какие диски, каким слоем я печатаю. И уже поговорим о материалах, потому что один и тот же проект разным пластиком печатается по-разному. Ну все, давайте переключимся, значит, сейчас к столу и посмотрим, что там у нас есть. Так, можно сказать видео с коленки. Значит с чего мы начнем? Вот это вот все, что я напечатал. Пробую, просто тестирую и все. Разные пластики. Вот. Как и чего? Так, значит из чего у нас состоит, значит, вообще диск. Диск у нас состоит из крестовины. Из крестовины. Далее диск состоит из переходничка под ступицу. Вот так вот он сюда приклеивается. Это именно под МЗ. Если мы берем с вами от ВПЛ, то там уже в проекте все будет под ступицу ВПЛ-овскую 6-миллиметровую. Вот и все. А тут мы будем немножко изменять и приклеивать. Дальше приклеивали, приклеили. Далее идет у нас, значит, внутренние обоймы, так назовем ее, внутренний диск. Сама основная часть. И два кольца, которые держат резину. Продеваем. Потом вот так вот приклеиваем. Второе кольцо. Второе кольцо. Получается крестовина встанет у нас вот сюда вовнутрь. Когда мы потихонечку все приклеиваем, будет содержаться все хорошо. И получается у нас с вами лицевая часть. Вот. Лицевая часть будет прикручиваться у нас на болтики. И потом уже сюда колпачочек, который прикрывает наш саморез. И вот такое вот такое колесо у нас с вами получится. В принципе, склеим мы только вот эту часть. Основу. Ее можно, конечно, напечатать и так, но тогда тут будет ненужной поддержки. Болтиками скрутили. Прикрутили. Колпачок одели. Колпачок жестко, в принципе, будет вставляться. Надо будет подточить еще, чтобы прям все в идеале было. Вот. И все. И будет копийное у нас колесо. Дальше поехали. Поговорим теперь не о составляющем, из чего диск состоит, а о том, чем печатать. Так. Вот у меня идет СБС. Вот у меня идет ПДЖИ. Разный ПДЖИ от разных производителей. Вот ПДЖИ. Ну и еще я печатаю АБС. Но АБС я только мордочку делаю. Уже они отпечатаны, поэтому АБС попробовать не было возможности. Вот. Поговорим о качестве. Вот, в принципе, когда вверх поднимается, качество у всех будет хорошее. Слой у меня 0,2 на вот этих. Лицевые части я делаю слоем 0,1 и несколько раз 0,05. Сопло 0,4 у меня. Вот. Для 0,05 надо сопло ставить, конечно, меньше. Ну ладно. Сейчас мне разговор не об этом. Вот диск ПДЖИ, а вот диск АБС. Настройки одинаковые. Не знаю, как у вас. У меня ПДЖИ сопливит немножко. И получается то, что не очень красиво. Вот эти волосянки торчат, они прилипают. То бишь, надо его либо обжигать чем-то. Ну, короче, прикладывать руку, прежде чем красить. АБС прям из печати, ни соплей, ничего. Вот. В обоих вариантах используется функция разглаживания на последнем слое. Это здесь 0,05 слой. Далее второй вариант. Слой 0,1. Качество тоже хорошее. Так что 0,05 не надо. 0,1 хватает. Вот. И сейчас будет 0,1 без разглаживания. Сейчас я его... Принтер остынет. Я ее сниму. Вот. Я еще даже не разбирал ничего. Вот она как есть, прям после печати. Вот он и колпачок, и все. Качество на высоте. А вот нам на слой 0,05, видите, вот они, сопли какие-то, вот сдвиги, где-то подгорело чуть-чуть. Потому что быстро нельзя печатать, а медленно плохо. А АБС на 0,05 вообще даже какие-то дырки образовались. Вот. А вот уже 0,1 слоем на АБС, блин, качество прям мне нравится. Вот. Далее мы отрываем обводку, которая удерживает, и потом откусываем поддержку. Потому что все нависающие элементы печатаются с поддержкой. Вот так вот получается. Следующий момент. Вот этот вариант, да и вот этот, можно сразу покрасить. Получится у вас вот так. Здесь у меня слой грунта, серый грунт, он такой, где просвечивается. И два слоя матовой краски. Почему два слоя? Просто первый слой, или маленький я положил, он просто не перекрыл грунт. Из-за этого я еще сбрызнул второй раз. И вот такое качество получается. Кстати, вот здесь настройки были вот такие. Видите? Некрасиво, а в оригинале уже все симпатично. Так что сейчас я еще сниму АБС слоем 0,1. И без разглаживания. Посмотрим, будет ли разница и на каких настройках остаться. Вот, прям горяченький еще. Ну что я хочу сказать. Камера в любом случае этого всего не передаст. Ну, в принципе, разглаживание я отключу. Это, в принципе, когда очень много деталей будет, сэкономит нам время. Разницы никакой нет. Потому что он разглаживает только последний слой. Что я хочу сказать между разницей в качестве 0,05 и единичкой. Оно настолько мало, что после того, как мы покрасим, разницы вообще не будет. Так что экономим время и печатаем слоем 0,1. Кстати, по поводу температуры. Здесь печаталась температура 230, здесь температура 235. Цвет одинаковый. Ну все, доделываем, клеим и красим. А потом уже будем собирать. Подготовил несколько уже деталек. Эти я уже склеил. Сюда мне не хватает колечек. Но я тоже вот приклеил уже и центральную. И все. Сейчас колечки у нас печатаются. Вот. И будем на покраску все это дело готовить. А сейчас буду заниматься колпачками. Надо убрать поддержки вот крайние. Подчистить. Вот. И в принципе, лицевые части уже можно будет попробовать просверлить отверстия под болтики. Вот. Прикинуть. И тоже на покраску. А этим временем печатаются колечки. Печать АБС-ом все равно требует намазки клеем. Клей я использую Эрик Краузе. Кристалл на основе ПВП. Он внутри у нас идет прозрачный, а не белый, как ПВА. Клей-карандаш на основе ПВП. Это где не пишется, но я говорю, он прозрачный, значит это он. И в принципе, что здесь им намазано. Но здесь как бы просто матовое стекло лежит. Вот. А здесь все-таки ультрабаза. И пластики, которым не нужна большая температура, они и так прилипают к ней. А АБС приходится все равно подмазывать, потому что не может он зацепиться к нему. Хотя и температура, и все. Что у нас идет? Температура стола у нас 110, температура сопла 230. Ну вот, значит, склеил я их все. Вот такое колесико получается. Решил пока попробовать маленькими саморезиками с этой стороны. Маленькими саморезиками с этой стороны сделать. Вот. Сейчас я все это дело покрашу. Загрунтую точнее. Вот. Ну и потом уже будем дальше собирать. И смотреть, как лучше. Или все-таки сделать Болтики с гаечками изнутри. Или все же вот так вот прямо и оставить. На маленьких саморезиках. В принципе, я думаю, что издалека не будет понятно, что и как. Потому что это все-таки не 10-е колесо, а 16-е. Ну все. Пока что на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...